25-я конференция Утекло много воды, изменилось очень многое Мы стали взрослее, но конференция живет Я еще помню времена, когда мы начинали приходить на эту конференцию молодыми анестезиологами В Институт общей реаниматологии, нашу Альма-Матер Профессора рассказывали нам какие-то редкие истории об оживлении пациентов О том, как они восстанавливали их состояние И, наверное, это явилось основой тому, что мы, молодые студенты, выбрали такой путь Я очень благодарна Виктору Васильевичу Морозу за то, что он с таким энтузиазмом, с таким упорством каждый год проводил эту конференцию Она стала для нас учебной, для нас жизненной И теперь сами мы являемся наставниками и проводниками в жизнь наших молодых ординаторов и студентов Сегодня мы на эту конференцию пригласили всех своих молодых докторов, клинических ординаторов Они сегодня пришли, я видел их в зале И я абсолютно уверен, что после окончания этой конференции они уйдут с этого форума Но просто наголову они вырастут в плане и в научном плане, и в практическом плане Да и вообще в общем аналитическом плане поймут, как анализировать результаты, как их достигать и внедрять в практику Конференция по жизнеобеспечению при критических состояниях – это уникальный профессиональный форум, объединяющий науку и клиническую практику Позволяющий общаться, обмениваться мнениями специалистам различного профиля и создающий основу для внедрения последних научных достижений в практическую медицину Очень важным моментом этой конференции является в том, что на нем представляются различные исследования, которые проводятся в России по микробиоте, по полиорганной недостаточности, по сепсису Что позволяет показать ученым и молодым, и опытным профессионалам все то лучшее, что есть в российской науке Юбилейная конференция проходила на площадке ведущего медицинского вуза страны – Сеченовского университета, для которого этот год тоже юбилейный Первому меду исполнилось 265 лет Редактор субтитров А.Семкин